День с толком Медведи в Косехинском районе. Почему косолапы стали появляться в лесах, полях и селах далеко от привычного реала обитания? До помидоров и огурцов, рискуя жизнью, до садоводства под Новоалтайском приходится добираться вдоль высокоскоростной трассы. Алтайский край поможет восстановить инфраструктуру одной из территорий Донбасса. В Славяно-Сербский район Луганской Народной Республики прибыла алтайская делегация во главе с вице-губернатором региона Денисом Губиным и зам предами Игорем Степаненко, Александром Лукьяновым и Александром Климиным. Правительстве края отмечают, визит направлен на знакомство с проблемными вопросами района для того, чтобы оказать помощь и восстановить в дальнейшем социальные объекты, коммунальную инфраструктуру и благоустрой территории. Отметим, из-за боевых действий в Славяно-Сербском районе ЛНР пострадало немало живых объектов и дорог. Какую помощь и в каких объемах окажет Алтайский край пока неизвестно. Подробности в правительстве нашего региона обещают раскрыть в ближайшее время. Разбирать мост на новом рынке начали в Барнауле. Это очередной этап реконструкции путепровода. Она длится почти месяц и остается в числе топовых тем. Горожане, пристально следя за ремонтом моста, активно комментируют его и нередко возмущаются неудобствами, которые возникают на фоне нововведений. Ремонт долгосрочного объекта оказался в центре внимания и дискуссионного клуба «Точка зрения». Это новый формат общения журналистов, чиновников и экспертов, который инициировала Сибирская медиагруппа для всестороннего обсуждения злободневных тем. За столом жарких переговоров чиновники, общественники, бизнесмены, журналисты и обычные горожане. Обсуждают реконструкцию моста на новом рынке и все вытекающие из этого благого дела проблемы. Пробки изменения маршрутов общественного транспорта, выделенные полосы для автобусов. Кстати, выделенки уже начинают работать на идею массово пересадить город на общественный транспорт. В автобусах пассажиропоток остался на уровне, который у нас был до закрытия путепровода. И он не уменьшается, но и не увеличивается, даже несмотря на то, что мы ждали вот этот ежегодный летний спад. На городском электрическом транспорте у нас есть падение, но оно не столь значительное, то есть оно меньше 10%. В центре внимания участников клуба стала и новая пешеходно-велосипедная переправа. К ней ряд вопросов. Наш телеканал показал репортаж, где люди высказали свои пожелания. Проходя по мосту, в принципе, удобно, асфальт ровный, идти можно. Единственное, что бы я хотела предложить, это разделить поток велосипедистов, людей, тех, кто катается на самокатах, и пешеходов. Ну-ка, щелчком пальца, по мгновению волшебной палочки, как бы мы не просили мост, к сожалению, за деньги нельзя отремонтировать. Все неудобства необходимо перетерпеть, говорят ответственные лица. Да, почти два года, но выбора нет. Ремонт моста на новом рынке назрел давно. Частичный демонтаж конструкции вскрыл его тотальную изношенность. Обращает внимание руководитель Барнаульского ДСУ Николай Данилин. Мы боимся, что при демонтаже он складываться начнет, понимаете? То есть, вот мы сегодня с ним пешком ходим так, и мы смотрим, и я говорю, слушай, ты рабочий, побери с консоли, с тротуаром. Мы должны радоваться, что его сделают. И потому что я... Да мы рады. Нет, просто иначе было просто ничего не надо сделать. Готовы ли автомобилисты попрощаться с личным железным конем и сделать трафик городскому транспорту? Выдержат ли повышенный спрос автобусы и маршрутки? Насколько серьезно от выделенных полос на дорогах страдает бизнес? И когда появятся в городе первые платные парковки, об этом тоже говорили на дискуссионном клубе. У кого какая точка зрения на эти вопросы, расскажем в ближайших выпусках новостей. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. В Алтайском крае практически завершена посевная кампания. По сообщению Краевого Минсельхоза, засеяно уже 99% площадей. Небольшой объем работ осталось завершить по таким культурам, как пшеница, гречиха и соя. Яровой сев в 2022 году – это почти 4,5 миллионов гектаров земли. Практически все к 6 июня пройдено. А с учетом озимых, в этом году в крае засеяли на 32 тысячи гектаров больше, чем в прошлом. Увеличили наделы под зерновые, гречиху, картофель, сахарную свеклу. В целом, аграрии не выбиваются от графика прошлых лет, хотя с самого начала этого сезона они столкнулись с рядом проблем. Так, вследствие спецоперации в Украине стало сложно приобрести комплектующие для импортной сельхозтехники, минеральные удобрения и средства химзащиты. А в мае, после продолжительной жары, синоптики прогнозировали высокую вероятность засухи на территории Алтайского края. Впрочем, полностью это не исключают и сейчас. Сельхозпроизводители не строят прогнозы на урожай, но все же надеются на более стабильную погоду. И вот сегодня в крае отменили противопожарный режим. Такое решение было принято на фоне стабилизации пожарной обстановки. На ситуацию также повлияли и погодные условия. Напомним, противопожарный режим действовал на территории региона с 27 апреля. Только за майские праздники в крае произошло более тысячи пожаров. Не обошлось без трагедии. В Первомайском районе на даче погиб ребенок. Основная причина возгораний – пал травы. То есть почти во всех пожарах виноват человек. И, кстати, несмотря на то, что с сегодняшнего дня в регионе снят противопожарный режим, уже завтра и до конца недели в Алтайском крае ожидается высокая пожароопасность. Жители Косихинского района озабочены новыми соседями. К людям часто начали выходить медведи. Их можно встретить недалеко от населенных пунктов – в лесу, на полях. При этом местные говорят, что раньше косолапые вообще не обитали в их районе. Тему продолжит Ирина Корчагина. Медвежьи бои, как оказалось, не такая уж и редкость для жителей Косихинского района. В последнее время косолапых можно встретить не только в лесу. Животные выходят на поля, к дорогам и даже к домам, совсем не боясь людей. Картина мишки в Косихинском лесу – явление последних пяти лет. Местные говорят, что раньше в этих местах медведи не обитали. Кормовая база в этом районе для них не очень хорошая. Но, тем не менее, косолапых здесь видели и уже даже прогоняли из населенных пунктов в лес. Хотел собраться на озеро. Здесь есть озеро такое, ну вот, недалеко за Косихой. Там проходили два медведя. Волки были еще, да, мы еще в школе когда учились. Последние, наверное, в 69-м году убили, 70-х где-то. А так про этих вообще медведей не слышно было. А как вы думаете, почему они пришли? Может, где горело. Горит-то много. Вот когда сильно, несколько лет назад, тайга горела, тогда пришли. А вот вы же здесь наверняка живете давно, да? Всю жизнь. То есть вот раньше не было медведей? Нет. По этим кадрам видно, что медведи не просто случайно зашли в Косихинский район. Они здесь размножаются. На видео еще совсем медвежата. Специалисты говорят, что они родились в прошлом году. Видимо, эмиграция произошла, может быть, без кормится. В Горном Алтае, либо в Салаирской тайге где-то. Они стали появляться у нас. Стали грабить, разорять пасеки. Первые жалобы появились от пасечников именно вот с этой стороны. Затем стали их наблюдать механизаторы наших сельскохозяйственных предприятий. Когда комбайн едет к Косе, впереди сидит медведь. Зерна овса сдирает их, поедает их. Ну, когда-то они так были. Приобские бары, это вообще приобские бары. Ну, не 40 лет назад, не знаю, там, может быть, какое-то историческое время. Может, они начали расселяться с Салаира. Представляют ли они опасность? Ну, вероятно, как бы для человека все-таки мало представляют опасность. А вот для какой-нибудь хозяйства, для домашнего скота, для тех же пчеловодов могут представлять опасность. Поэтому количество Косихинских косолапых в будущем могут регулировать. Но пока большого вреда мишки не наносят. И в защиту медведей нужно сказать, что на людей они не нападали. Да и сами жители Косихинского района, похоже, не против такого соседства. Вон медведицы две стоят. Вот. А вы не боитесь медведей? Нет. Я возле леса живу, не боюсь. А что мне загружу? А что хватит, а? Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Сотям садоводов приходится добираться до автобусной остановки, буквально рискуя здоровьем. Прежний остановочный павильон на выходе из садоводства под Новоалтайском снесли, а до Нового – несколько сотен метров. Вот только идут они по обочине скоростной трассы. И первый пострадавший уже есть. Мне 80 лет, я топаю сюда. Шофера смеют, как над дурочкой надо мной. Соломея Литвинова собирается силами перед каждым походом на автобус. Еще полгода назад остановка стояла прямо у ворот садоводства. Теперь же в паре сотни метров от него. Для пожилых путь долгий и для всех абсолютно опасный. С какой скоростью вас тут гоняют? С положенной, с разрешенной скоростью 90-100. У нас одну женщину зацепило хорошо. Стала обгонять автобус. Вот что. И она меня зацепила. Слышу грохот стекла. И вот она об руку, зеркало мне разбилось. Участок оживленный. Он идет через десяток садоводств под Новоалтайском. В 2021 году эту дорогу отремонтировали. Но вместе с асфальтом изменили расположение автобусной остановки. У садоводства Надежда убрали и перенесли к воротам соседнего СНТ. В ходе ремонтных работ в целях предотвращения угрозы безопасности дорожного движения и возникновения транспортных происшествий и их последствий, влекущих за собой причинение вреда жизни и здоровью граждан, был произведен демонтаж несанкционированно установленных объектов, расположенных на обочине данной автодороги. А 30 лет до этого остановочный павильон стоял здесь, говорят садоводы. По каким нормам был ликвидирован наш павильон, никто не может нам ответить. Все отписываются на какие-то нормы, но никто этого не может сказать. Я открывал интернет. Маршруты города Новоалтайска по остановочным павильонам также находятся на прежнем месте. Но больше всего людей возмущает, что перенеся остановку, о безопасности никто не подумал. По словам садоводств, в различных ведомствах им даже говорят, что это федеральная трасса и скорость там допустимо выше. Но в Минтрансе региона нам пояснили, что это участок города. Было озвучено, что скоростной режим должен быть 60, так как это черта города. Однако ни знаков, ограничивающих скорость, ни пешеходного перехода там, где люди ходить привыкли, ни безопасного тротуара вдоль дороги нет. Неужели стоит ждать первых ДТП, возмущаются садоводы. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком. Больше трех тысяч школьников сегодня писали ЕГЭ по физике и истории в Алтайском крае. Для большинства это уже второй и даже третий экзамен по счету. Мы решили поговорить с выпускниками и узнать, как прошел шестой день ЕГЭ и легко ли сегодня сдавать историю. Одно из направлений, на которое в этом году в разы планируют увеличить бюджетные места. Все очень переживали, думали, что писать в порогалках. Но я пришла и я была приятно удивлена тем, что все, что нужно было, оно у меня есть в голове. Тот объем, который мы учим условно на историю общества, я как гуманитарий говорю, это не та база, которая запоминается. Это не практические знания, которые ты используешь в последней жизни. Это вот то, что реально нужно прийти, написать и забыть. Я совсем забыл, что Золотые ворота были не только в Киеве, но и в Владимире. Там было 850-летие города. Я посчитал, что он был основан в 1108 году. Киев вроде бы как основан немножко раньше. Тот факт, что ЕГЭ – это русская рулетка, он имеет место быть. Ну, в общем, нам, в принципе, попались легкие варианты, но могло бы быть хуже, могло бы быть и легче. Ты расстроилась? Нет, я очень счастлива. И после всех, получается, трех походов на экзамен у меня лишь один вопрос. Почему весь год к нам, как бы так сказать, нас пугали, к нам лезли в одно место с тем, что мы… Может быть, потому что сейчас наступает преломный момент жизни, вы буквально выбираете профессию и будете 4 года дальше учиться по ней? Ну, все-таки я бы сказала, что это немножко совдеповское мышление. Мы всю жизнь живем, мы всю жизнь учимся. До конца июня свыше полусотни алтайских школ должны подписать контракты с Российским футбольным союзом. Это необходимо для введения занятий по футболу с нового учебного года. По новому федеральному проекту, к которому с этого года присоединяется и наш регион, обучать навыкам футбола будут на уроках физкультуры. Контракты подпишут пока 56 школ, 8 из них – Барнаульские, остальные – образовательные учреждения Бийска, Рубцовска и порядка 20 – Сельские. После подписания документов школа получит необходимый для занятий по футболу инвентарь, мячи, ворота и спортивную экипировку. И с 1 сентября в школах стартуют первые уроки по футболу. Я оптимист по жизни, что этот проект не просто просуществует, этот проект даст хорошие результаты. И я думаю, в следующем году мы увеличим и географию, и количество, и будут уже свои традиции, своя культура, будет создана школьная футбольная лига. Но пока есть и намерение, и стремление этот проект, конечно, развивать. Напомним, проект Российского футбольного союза направлен на развитие массового детского футбола в стране. Он стартовал в 2021 году. Тогда в нем в качестве эксперимента приняло участие пять пилотных регионов. В этом году к проекту присоединились еще три субъекта, в том числе Алтайский край. День русского языка – день рождения Пушкина. Сегодня во всем мире и в его негласной столице читают наизусть знаменитые строки. Анастасия Наборщикова побывала на поэтических чтениях и познакомилась с поклонниками Александра Сергеевича. Полтысячи чтецов в Барнауле любят поэзии, потому в день рождения Пушкина вспоминают великие строки. Эй, пошел, гимщик! Нет мочи, коням барин тяжело, вьюгом не слепает очи, все дороги занесло. Александр Сергеевич был очень несдержанным на язык и безумно вспыльчивым. Из-за шутки, кстати, его на дуэль вызывал друг Кахельбекер. Но тогда пистолеты зарядили клюквой. Поклонников появился шанс. Сюда эти люди приходят десятый год. Строки из бесов, Дубровского или Утопленька наизусть тут знает каждый второй. Оттого и выбирают лучшего. Всего как раз 500 видеороликов и отсмотрело жюри. Директор Пушкинской библиотеки в Барнауле говорит, что сегодня победители уже другие. Более стало раскрепощеннее, что ли, артистичнее, эмоциональнее. То есть детки уже, вот знаете, они перенимают другую культуру. Культуру сценического исполнения. То есть это не просто классическое исполнение стихотворения, да, а это еще артисты. Среди любителей поэзии есть и целый литературный клуб «Родное слово». Его участники уже постарше и жить торопятся, и чувствовать спешат. Но помнят то время, когда впервые прочли стихи Александра Сергеевича. Я вот с 40-го года, конечно, отец у меня был коммунист, он хлеб простил, агрономам. У нас дома были даже в то время стихи Пушкина, Томики. Но среди победителей все-таки школьники. Лучшим стал Тимофей Красков. Ему всего 7 лет, но он знает, о чем говорит. Это такой стих, когда страшно в степи. Пушкин выбрал такое стихотворение. Он написал его, как люди испытывают свой страх. Тургенев считал стихи Пушкина лекарством от депрессии. Его совет был таков. Читать день не менее десятка для хорошего настроения. Тимофею хватило одного, чтобы осчастливить себя и всех вокруг. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok